всем привет друзья сегодня будем готовить с вами сливочный кулич он мягкий пышный ароматный и он очень долго не черствеет его можно сделать чуть заранее на моем канале уже есть рецепты куличей ссылочки на эти видео вы найдете в описании и там же вы найдете подробный список ингредиентов которые мы сегодня использовали для начала клюкву замочу в ароматном алкоголе у меня виски можно заменить на сок апельсина или лимона у меня дрожжи вот в таких гранулах их предварительно нужно замочить в теплые сливки высыпаю дрожжи и оставляю на 10 минут теперь сделаем опару сливки с дрожжами соединяем с двумя столовыми ложками сахара и тремя столовыми ложками муки сахар и муку я беру из общего количества ингредиентов замешиваем тесто чуть гуще чем на оладьи и оставляем в теплом месте на 15 минут я отправляю в духовку включая в ней свет и оставляю тесто там а пока взобьем яйца с сахаром ванилином и солью масса посветлеет и увеличится в объеме у меня ушло на это около пяти минут тесто хорошо подошло теперь добавляем теплое сливочное масло и хорошо вмешиваем затем взбитые яйца аккуратно и тщательно перемешиваем массу до объединения ингредиентов затем просеиваем муку и замешиваем тесто оно получается мягким нежным но не липнет к рукам главное не переборщить с мукой теперь отправляю обратно в теплое место еще на час-полтора тесто должно увеличиться в три раза в тесто добавляю клюкву хорошо перемешиваем и оставляем еще на 30 минут подошедшее тесто раскладываю по формам у меня две формы 11 сантиметров в диаметре в такие формы я положила 350 грамм теста и три формы по 7 сантиметров в них положила по 110 граммов теста оставляю постоять еще на 20 минут а пока разогрею духовку до 180 градусов верх теста смазываю желтком и отправляю маленькие формы примерно на 20 минут большие на 35-40 минут единственное следите за верхушками желток очень хорошо румянится если начинает подгорать верх кулича прикройте его бумагой или фольгой у меня подрумянились чуть сильнее чем хотелось бы но так как сверху полью глазурью меня это не сильно беспокоит вынимаем из духовки даем остыть и поливаем глазурью у меня самый любимый рецепт глазури это глазурь на желатине рецепт уже есть на канале оставлю ссылочку на него под видео или в подсказках подробный список ингредиентов вы найдете в описании под видео там же будут ссылочки на другие мои социальные сети встречаемся с вами в комментариях и следующих видео на этом сегодня все ваша саша пока пока